Всем привет, это Спартак Спартакович, сегодня у нас второй урок. Берем ручки и тетрадки, я подожду. Так-то лучше. Первое, с чего мы сегодня начнем, это медиана, высота и бисектриса. Начнем с медианы. Нарисуем треугольник. После этого отметим вершины. Из вершин у нас будут выходить линии, которые будут делить противоположную сторону пополам. То есть, если, например, вот эта сторона была бы равна 10 сантиметрам, то сейчас это будет 5,5. Также приведем из каждой вершины медиану. Вот у нас медианы пересеклись. И если, например, вот эта сторона у нас была 12, то она поделится на 6 и 6. А если вот эта сторона, например, была 8, то она поделится на 4 и 4. Отмечаем вот такими черточками, что они равны. Поговорим о бисектрисе. Бисектриса – это линия, которая выходит из вершины и делит угол, из которого она выходит, пополам. Нарисуем треугольник и обозначим вершины. Теперь из вершины проведем бисектрису. У нас был угол в 60 градусов, а теперь он поделился на 2 равных угла. То есть, будет 2 равных угла по 30 градусов. Проведем еще 2 бисектрисы из других вершин. Вот мы провели бисектрисы из вершин B и C, и вместо углов 70 и 50 градусов у нас получились 35-35 и 25-25. То есть, еще раз, бисектриса – это линия, которая выходит из вершины и делит угол пополам. Теперь поговорим о высоте. Высота – это линия, которая выходит из вершины и образовывает с противоположной стороной угол 90 градусов. Вот мы нарисовали треугольник с тремя вершинами, провели три высоты, которые выходят из вершин и образуют с противоположной стороной угол в 90 градусов, то есть, прямой. А теперь все вместе повторим. Высота – это линия, которая выходит из вершины и образуется с противоположной стороной угол в 90 градусов, то есть, прямой. Медиан – это линия, которая выходит из вершины и делит противоположную сторону пополам, то есть, на 2 равные части. И бисектрис – это линия, которая выходит из вершины и угол, из которого она выходит, делят пополам. Далее поговорим о некоторых свойствах геометрии. Нарисуем обычную линию. Обозначим на этой линии одну вершину. Проведем из точки А луч в любую сторону. У нас на этой линии получится два угла, которые в сумме, если их сложить, получится 180 градусов. Эта линия у нас будет называться развернутый угол. Сейчас я вам расскажу, что такое развернутый угол. Представьте себе очень тупой угол. Вот мы нарисовали очень тупой угол. Если его до конца развернуть, вот здесь, то он будет равен 180 градусам. То есть, например, если вот этот угол у нас будет 60 градусов, а мы знаем, что их сумма 180, значит, вот этот угол у нас будет равен 120. Вот я нарисовал развернутый угол А. Один из углов на развернутом угле равен 80 градусам. Как вы думаете, чему будет равен второй угол? Вы можете поставить на паузу, сделать и потом проверить, правильно или нет. Развернутый угол у нас равен 180 градусам. Значит, если один угол 80, значит другой 100. Давайте немножко усложним. Вам нужно найти вот этот угол. Поставьте на паузу и потом посмотрите ответ. Напомню, что развернутый угол у нас 180 градусов. Значит, сумма этих углов у нас будет 90, верно? А 180 минус 90 будет 90. Этот угол будет равен 90 градусам. Так, ребят, не спим, не спим, не спим. Средоточились. Немножко поговорим о теории. Периметр это сумма длин всех сторон в любой фигуре. То есть просто складываем все стороны. 4, 4, 2, 2. У нас получится 12. Это и есть периметр. И еще кое-что. Внимание, вопрос. Как вы думаете, чему равна сумма углов в треугольнике? Ну, надеюсь, чтобы каждый догадался, что сумма углов в треугольнике 180 градусов. И закончим сегодняшнее занятие мы темой вертикальные углы. Нарисуем две линии, которые пересекаются. Вертикальные это противоположные углы, которые при пересечении двух линий образовывают равные углы. То есть если у нас вот этот, например, угол 60 градусов, то и вот этот будет 60 градусов, так как они противоположны. А если вот этот угол будет 120 градусов, то и вот этот угол будет тоже 120 градусов. И сразу вам даю задание. Найдите углы, которые я обозначил вопросиками. Поставьте паузу, а потом посмотрите ответ. Надеюсь, все решили правильно. И первый ответ у нас будет 80, так как вертикальные углы у нас равны. И во втором здании у нас также угол 100 градусов, потому что они вертикальные. Он равен углу сверху. Вот такой у нас урок вышел. Подпишитесь на YouTube, чтобы меня поддержать. Я буду и далее выпускать такие видео. Всем спасибо и пока!